Здравствуйте! В эфире новости культуры. Прямо сейчас расскажем все самое интересное. Сцена – часть жизни. Дом культуры Украины отметил 30-летие творческой жизни. Концерт с символичным названием эпизод собрал полный зрительный зал. По горячим следам, после специального репортажа смотрите эксклюзивное интервью с художественным руководителем Дома культуры. Николай Атаманов расскажет о настоящем и поделится творческими идеями на будущее. Сегодняшний выпуск мы посвятим юбилейному событию. 30-летний эпизод Дома культуры Украина отметили неформатно. Этот концерт не подведение итогов 30-летней деятельности. Это эпизод из жизни Дома культуры Украина. Такую задачу поставила режиссерская группа – показать зрителю целостную картину творчества. Концертные номера как страницы из жизни. Репертуар, охватывающий разные эпохи и стили. На сцене соединились прошлое и настоящее. В фотографиях, архивных съемках и воспоминаниях. Светлана и Дмитрий Чусовитина стояли у истоков творческой деятельности города. Танцевали в ансамбле «Юность». Первые занятия наши были в Каштане, здесь потому что еще ничего не было. Потом, когда выстроился ДК «Украина», мы уже приняли участие здесь, занимались. Первый наш руководитель был Тёма Ольга, потом студенка Валерий, потом небесный Николай Николаевич, потом Сушко Светлана Петровна, потом Дамина Валяля. Мы все танцевали, все вот тоже с нами учились. Вы скучаете по прошлым временам? Да, да, да. Сейчас смотрели кино, вот так прямо аж слезы наморачивались, честно. Появление Дома культуры стало мощным стимулом для развития городской художественной самодеятельности. Спустя 30 лет он остается ведущей сценической площадкой города и центром его культурной жизни. Народный коллектив, вокальный ансамбль «Вдохновение» исчезла первопроходцем. Основателем и руководителем долгие годы была Светлана Валяева. Состав ансамбля менялся, но душа и стиль исполнения никогда. Состав, которым руководила Светлана Агаревна, который состоял в основном из преподавателей детской школы и скул, для меня был самым первым и самым дорогим. Ну, наверное, очень высокопрофессиональным его отличало прежде всего. В зрительном зале Дома культуры всегда аншлаг. Муравленковцы с удовольствием приходят на каждый концерт или спектакль. Театральная студия «Луч» просто влюбила в себя зрителя. Поэтому на сцене вновь дают пигмалион. Добрый день, неправда ли? Ну, что случилось? Я, что, один проглотила? Проглотила один? Что же делать? Открывайте руки. У меня их много. Продолжаем. Неформат – это по-нашему. Новый слоган Дома культуры Украина. Смелые идеи нашли воплощение в эпизоде. Творчество никогда не боялось экспериментов. И сегодня даже ветераны сцены в ударе. Мы приходим сюда за хорошими эмоциями. Да даже можно сказать, что это и за здоровьем. Потому что получая вот все, что приходит с молодежью к нам сюда, и мы от них учимся, и мы можем так показать, если уже на то пошло. Мы такие крутые тоже бабки становимся рядом с молодыми. Так что за нами еще не угнаться. Зрители удивляли на протяжении всего концерта. В новой интерпретации исполнили «Черный бумер». Радуга засияла новыми красками. Ирина Шулешко словно Монализа смотрела с полотен художника, а затем вдруг ожила и закружилась в танце. Мы мечтали о сцене, поют артисты. Для многих стоящих здесь сцена – большая часть жизни. Уже 30 лет они создают праздник, отдавая нам, зрителям, частичку себя. Желая получить взамен только восторженные аплодисменты. Каждый большой концерт Дома культуры – это грандиозное действие. Как рождалась концепция эпизода? Что такое непрофессионализм на сцене? И кто для творческой команды авторитет? Ответы на эти вопросы прямо сейчас в интервью с Николаем Атамановым. 30-летие Дома культуры Украины. А юбилей подразумевает всегда какое-то грандиозное мероприятие. И вот как создавалась концепция эпизода и на что были поставлены акценты? Добрый день, спасибо большое за приглашение. Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что юбилей – это возможность обернуться назад, сделать какие-то определенные выводы, понять, чего ты стоишь на данный момент, сделать какие-то выводы, вспомнить о тех интересных этапах и периодах в жизни, которые уже произошли. Ну и, конечно же, понимать, как двигаться вперед. С точки зрения того, что мы хотели показать данным концертом, я думаю, это все-таки была определенная оценка, внутренняя оценка каждого из нас, работника Дома культуры, профессиональная оценка, что мы умеем на данный момент, что мы можем и как на это отреагирует зритель. Мы понимаем, что многое уже сделано, мы понимаем, что нужно развиваться, мы понимаем, что зритель стал еще более требователен к нам, к тем, кто делает концертные программы. И мы понимаем, что придет период, когда нужно будет переступить определенный порог и делать что-то другое. Говорить о том, как мы это будем делать, пока неизвестно. Это все в будущем. Что-то более интересное, что-то более грандиозное, что-то более впечатляющее. Но вот пока мы показали то, на что мы способны в этом концерте. Такова стояла задача. Что для тебя является непрофессионализмом? Чего вы пытаетесь избегать в работе, в творчестве? Тут достаточно точный и субъективное мое мнение, точное определение. Недопустимо в моей работе и в работе моей команды. Безответственность, равнодушие, непрофессиональный подход к тем задачам, которые перед нами стоят, те задачи, которые ставлю я. И посредственность. Посредственность на сцене, посредственность по отношению к зрителю, к выполнению задач. Наверное, это основные составляющие, которые недопустимы в нашей работе. Расскажи, пожалуйста, про проект, который тебе на 100% удалось реализовать, как худруку и команды в целом. Сложный вопрос, потому что если сейчас мы будем разговаривать о 100% выполнении какого-либо действия, касаемо сцены, касаемо мероприятия, наверное, стоит заканчивать с этой деятельностью, потому что должен оставаться какой-то шлейф, не осадок, понимание того, что что-то недоделано, и есть куда двигаться дальше. 100% исполнение. Есть мероприятия, о которых мы можем говорить, как о значимых, как о грандиозных, как о тех, куда была вложена, наверное, наибольшая часть нашей души, наших эмоций, наших переживаний. Безусловно, это Великая Победа. Концерт, посвященный 9 мая. Это День города, дань уважения тем, кто осваивал эти территории. Это, конечно же, профессиональные праздники. Ну и так далее, и так далее. Череда календарная этих праздников, она достаточно такая огромная, большая. Поэтому все они значимы, все они важны, и любой проект прорабатывается достаточно тщательно и с душой, с погружением. Как мы говорим. В общем-то, нет предела совершенства, да? Безусловно. Но чего сегодня не хватает Дома культуры Украины, на твой взгляд? Чего не хватает? Времени. Жаль, что в году 365 дней. Каждое мероприятие требует тщательной проработки, и мы понимаем, что иногда не дорабатываем, а скорее не успеваем реализовать все то, о чем мечтали, думали или планировали. Но команда старается, команда работает, это команда настоящих профессионалов, поэтому я думаю, у нас все получится, будем успевать. К чему сегодня стремится ДК Украина, и что или кто для вас имеет авторитетный уровень? Авторитетом, неизменным авторитетом для нас всегда являлись и будут являться наши зрители. Зритель все чувствует, зритель все понимает, и, безусловно, его оценка, это самая важная оценка для нас всех. А что касается тех задач, тех позиций, которые сегодня придерживается Дом культуры, к чему мы стремимся и куда мы идем, я думаю, это как построение дома. Мы сначала возвозим стены, потом кладем крышу, казалось бы, потолок, а потом переходим на следующий этаж, и этот потолок превращается в пол. Вот сейчас мы понимаем, мы достигли определенного уровня. Нам нужно перейти на следующий этаж, превратить этот потолок в пол и начать строить какую-то новую конструкцию, новое понимание, новое видение, новую жизнь Дома культуры. А сумасшедшие идеи есть, как у творческих людей, которые вы до сих пор не смогли реализовать? Наверное, они на то и сумасшедшие, чтобы хранить их в тайне, а потом реализовывать на сцене и удивлять всех вас. Поэтому идеи есть, Я думаю, скоро вы все это увидите, сможете лицезреть на сцене Дома культуры Украина. Это и совместные проекты, и это новые формы, которые мы планируем ввести в нашу работу и в режиссерско-постановочные отделы. Будем стараться. Все увидите, все будет хорошо. Коль, спасибо за встречу, и будем с нетерпением ждать реализации ваших сумасшедших идей. Спасибо. На этом у меня все. Следующий выпуск будет не менее интересным. Включайтесь в культурную жизнь города вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok